Тактика специальное учение МЧС продолжается сегодня под Борисовым. По замыслу маневров в неком государстве Росналия произошло сильное землетрясение. Без домов остались десятки тысяч человек. Такой сценарий по сути схож со ситуацией 2023 года в Турции, где как раз и работали наши спасатели из спецотряда Зубр. А нынешние маневры это еще и подготовка к переаттестации по стандартам Международной конструкционной группы ООН по поиску и спасению. Мониторинг состоится уже в следующем году. Как готовятся наши спасатели узнавал Александр Камович. Сильнейшее землетрясение магнитудой 8,2 балла произошло в республике Росналия. Более двух тысяч погибших. Разрушено около 20 тысяч жилых домов. Правительство республики обращается к мировому сообществу за помощью. По методологии ООН первый прибывший отряд обеспечивает работу Международного координационного полевого штаба. Поэтому еще до начала всех действий наши спасатели берут на себя организаторскую функцию. Автономное функционирование у нас рассчитано как отряда тяжелого класса. В течение 10 дней мы можем проживать, функционировать, работать на двух участках одновременно. По прибытию мы разбиваем лагерь. И два отделения отправляются на проведение разведки и при необходимости выполнения аварийно-спасательных работ. Остальные два отделения занимаются обустройством лагеря и бытовых условий. Сценарий выдуманный, но лишь отчасти. Наши бойцы МЧС уже побывали в подобной ситуации, когда работали в разрушенной землетрясениями Турции в 2023 году. На нынешних маневрах все те же действия, что и в реальности. Разведка на местности, поиск выживших и их спасение. Отделение с трех человек у нас формируется. Кендыш, Лобонок, Ковален. Вы втроем проходите, мы вам по необходимости будем передавать необходимое оборудование. Группы совместно с кинологами обыскивают завалы, чтобы найти живых людей на вооружении и современная аппаратура. Голосовой контакт с потерпевшим, причем на разных языках. И спасатели уже в работе. Еще одна учебная точка под завалами в здании оказался зажатым человек. С такими сценариями наши бойцы МЧС сталкивались не раз, например, в Турции. Поэтому сегодня работают четко и слаженно, как единый механизм. Отмечу, нынешние маневры это еще и подготовка к будущей переаттестации по стандартам ООН. В 2013 году отряд на базе «Росен-Зубр» впервые прошел проверку. Подразделение было аттестовано как отряд тяжелого класса и включен в перечень, который рекомендуется ООН для реагирования на чрезвычайные ситуации во всем мире. Как наблюдатель в 2013 году и был. Ну и сейчас все-таки тренировка. Сейчас тренировка и задачи немножко другие. Потому что проверочный лист изменился, многое изменилось за вот эти 11 лет. Поэтому аттестацию ребят будет еще через год. И сейчас задача, главное, адаптировать свои знания и умения под то, что будет нужно через год показать. То есть под проверочный лист, который изменился достаточно сильно. Всего в рамках учения задействованы 69 человек, 6 поисково-спасательных собак и 7 единиц техники. Добавлю, что маневры проходят сразу на нескольких участках и продлятся всю ночь. Спасателям предстоит работать в замкнутых пространствах и пустотах, пробивать армированный бетон и даже проводить медицинскую операцию в ограниченном пространстве. Александр Камович и Сергей Метвичук. Агентство Цельновостей.